В нескольких дошкольных организациях Караганды нарушаются права детей на охрану здоровья. Данный факт выявили во время проверки сотрудники прокуратуры района имени Казбекби. И спустя 70 лет возрождаются имена погибших героев. Жители Карагандинской области нашли в России могилу своего родственника, пропавшего в годы войны на фронте. С начала года в нашем городе зарегистрировано 158 фактов нарушений закона о рекламе. Основной проблемой является незнание казахского языка. В Караганде председатель КСК присваивает себе деньги жильцов. Так утверждают жители дома номер 19 по улице Нуркена-Абзирова. По словам людей, он не проводит никаких ремонтных работ и даже рукоприкладствует. О коммунальных битвах репортаж нашего корреспондента. Своё негодование высказывают жители дома номер 19 по улице Нуркена-Абзирова. По словам жильцов, как только сменилось руководство в кооперативе собственников квартир, начался полный бардак. Новый председатель Евгений Сенченко вступил в должность 1 января этого года. И, как рассказывают собственники квартир, за эти полгода дела не продвинулись. Для нашего двора дома ничего не было сделано. Нету никаких уборок, его на работе нету. Вот сегодня, например, тоже нету. На председателя жалуются не только собственники квартир, но и работники КСК. Заработную плату они не получают с марта месяца. Новый председатель, это 4 месяца вовремя не получаем. Мартскую зарплату до сих пор не получали. Метло нету, инструмента нету. Самые это покупаемые. Главный бухгалтер КСК Ольга Никитина подтверждает слова работников. По словам Ольги, председатель сам снимает денежные средства со счетов в банке и после этого не предоставляет никаких выписок к кассу. На 1 апреля, как говорит бухгалтер, сумма снятых денег составила более 750 тысяч тенге. Идет давление с его стороны на меня, как на бухгалтера. Он приводит посторонних людей в бухгалтерию, постоянно устраивает скандал, прилюдно меня оскорбляет и меня обвиняет в воровстве. Это во-первых. Во-вторых, он еще что, принимает уже как бы физическую силу, это было 2 мая, уже выгоняет с рабочего места. Сотрудники КСК и жильцы написали заявление в прокуратуру и обратились в общество по защите прав потребителей. Правозащитники уверены, что действия председателя противозаконны и советуют взять ситуацию в свои руки. На общем собрании жильцов сменить председателя. Мы намерены, чтобы возбудили уголовное дело по факту растрата веренного чужого имущества. Второй момент, это в судебном порядке, естественно, признание его избрания незаконным, признание всех протоколов, которые составлялись недействительными, и обязывание этой личности вернуть денежные средства в полном объеме, те, которые были сняты с банковских счетов в полном объеме, и обриходовать их через кассу бухгалтерии КСК. Жильцы дома номер 19 по улице Нуркена-Абдирова обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на их проблему. Они также намерены написать заявление в Генеральную прокуратуру. Амина Смакова, Ажислан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области бывший работник компании «Самвид Нурстрой» Ерлан Ерикпол, который получил производственную травму, не может добиться выплаты компенсации за причиненный моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге. Вот уже три года молодой человек прикован к постели. Откуда ждать помощи и куда обращаться, он не знает. В непростой ситуации разбирались и наши журналисты. Пострадавший Ерлан Ерикпол с компанией «Самвид Нурстрой» судился не раз. Отстоять свои интересы на судебных разбирательствах мужчине все-таки удалось. А вот получить денежные средства за причиненный вред здоровью оказалось непросто. Хотя есть решение суда взыскать от строительной компании «Самвид Нурстрой» денежные средства в размере 1 миллиона тенге. Сколько мне еще надо лежать в постели? Что меня ждет? За это время я испытал столько сложностей, а через месяц мне предстоит пройти еще одну операцию. А сколько средств на это нужно? Ерлану всего 24 года. Травму, которую он получил при исполнении строительных работ в городе Балхаш, сейчас возможно исправить только с помощью дорогих операций. За это время врачи ему сделали 7 хирургических вмешательств. Когда мне делали операцию, они задели кишечные тракты, и после этого я лежал две недели. Врачи сказали, что ничего сделать не могут, и чтобы я больше не жаловался. Они даже сказали мне, чтобы я заплатил деньги, тогда другое дело. На каждую процедуру уходит по 3 тысячи тенге. Теперь уже инвалид второй группы Ерлан Иерик Пол не может получить обещанные бывшим работодателям ежемесячные выплаты в размере 80 тысяч тенге. Есть решение суда. Они должны были заплатить моему сыну. Нам тоже нелегко. Эти денежные средства нам очень помогли бы, ведь предстоит сделать еще немало операций. Ответы на все вопросы мы искали у судоисполнителей, но и они не могли дать ясные ответы. Как оказалось, судебные органы и сами не могут найти вышеуказанную компанию. Взыскать денежные средства оказалось пустой тратой времени, считают они. Молодой парень надеется на улучшение своего здоровья, ведь вся его жизнь только впереди. Желающие протянуть руку помощи Ерлану Ерик Болу, который попал в сложную жизненную ситуацию, могут обращаться на телефонные номера, указанные на экране. В нескольких дошкольных организациях Караганды нарушаются права детей на охрану здоровья. Данный факт выявили во время проверки сотрудники прокуратуры района имени Казбекби. В одном детском саду Караганды, где находятся более 300 малышей, сотрудники районной прокуратуры выявили ряд санитарных нарушений. После проведенных лабораторных исследований специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки, что подвергают риску заражения опасной инфекцией детей. Как показала проверка, учреждение в течение 10 лет работало без соответствующих документов. По указанному факту, ответственное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Пунктом 167 санитарных правил установлено, что объекты воспитания и образования детей и подростков должны иметь санитарно-эпограммическое заключение в соответствии с настоящими санитарными правилами. Карагандинский военнослужащий Даулет Топаров находится между жизнью и смертью, а местные полицейские уже больше полугода ищут винованного в избиении парня. Только после обращения к журналистам дело сдвинулось с мертвой точки. Служащий воинской части 54-51 Даулет Топаров уже полгода прикован к постели. В начале октября прошлого года его сильно избили неизвестные люди, когда парень вышел из бани, чтобы покурить. Сегодня житель Сарани не узнает родную мать и даже девушку, с которой общался длительное время. Утром встала девушка будить на работу, а он уже не проснулся. Когда отвезли его в больницу, ждали нас и нейрохирургов с Караганды. Оказывается, у него была как многоскольчатая травма головы. Польшая гематома сказали. Но нам сказали, надежды мало, что он выживет. Целый месяц Даулет пролежал в больнице, но для лечения парня постоянно нужны дорогостоящие лекарства. Таких денег в семье нет. Ему помогают родственники и близкие друзья. Сотрудники полиции не сразу стали расследовать заявление об избиении парня. А только после того, как Гульсум Топарова обратилась к журналистам. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, говорит женщина. И сейчас вот вчера звонили мне с Абая, там, как, друзья, вот, все, девушка. Они говорят, нас всех вызывают на допрос. Я говорю, неужели начинается с места двигаться. Вот эти парни ходят, гуляют. А вот он лежит. Правда, как ведется следствие, Гульсум Топарова не знает до сих пор. Сотрудники полиции к ней ни разу не приходили. Совершенно от посторонних людей она узнала, что виновных в избиении ее сына отпустили под залог. Что это за люди, мать не знает. Они даже не попросили у семьи прощения за содеянное. В ходе предварительного расследования установлен подозреваемый 1994 года рождения, в отношении которого избрана мера пресечения залога. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору в порядке ст. 300 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан. Гульсум Топарова намерена довести дело об избиении своего сына до конца, чтобы виновник трагедии поднес наказание по всей строгости закона и требует ознакомить ее с результатами и ходом расследования. Николай Кровец, Эденжакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 9 мая к доблестному фронтовику, почетному гражданину города Караганды Кабешу Бекенову, приехали родные и близкие, чтобы не только поздравить его с юбилеем Победы, но и с его личным 90-летним юбилеем, который он отметил день спустя. Городские депутаты тоже нанесли визит ветерану по торжественному случаю. Николай Кровец знает все подробности. Завоевали Победу на полях стражения, за что имеете многочисленные награды. Огромное вам спасибо за активную гражданскую позицию. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, процветания и всех-всех вам благ. Свой победный май фронтовик и почетный гражданин Караганды Кабеш Бекенов встретил в Праге. В рядах освободителей опытный десантник прошел почти все союзные республики и европейские страны. Жертвы были бесчисленные, рассказывает ветеран. Тогда в мае 45-го всех объединяла жажда скорейшего окончания военных действий, солдатская дружба и взаимовыручка. По отдельным странам, как бы незаметно прошли, хотя с боями немцы не сдавались. Вот, в Чехословакии 13-го только мы ощущали вкус победы. 13-го мая. С 9-го до 13-го мы потеряли множество товарищей. Как было жалобо, как было обидно. Вопреки тому, что говорили, будто советские солдаты возвращались с войны не с пустыми руками, десантник Бекенов такие факты категорически опроверг. Оголодавшие, полураздетые, они стремились как можно скорее по приказу начальства о демобилизации попасть домой. Это чуть позже их полк отправится на родину пешком из-за отсутствия транспорта. А до того момента все еще шли ожесточенные бои. 12-го мая люди праздновали, а мы сидели в оковах, в блиндажах. Потому что в бою еще шли. Чехословакский народ не трогать, это наш союзник. Вот мы не трогали. Немцы через наши оковы проходили, причем на ходу стрелять, нас убивать. Как будет трудно. Николай Кровец, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. И спустя 70 лет возрождаются имена погибших героев. Жители Карагандинской области нашли в России могилу своего родственника, пропавшего в годы войны на фронте. Наш земляк Камыспай Каирбаев погиб в 1943 году в тяжелых боях в Орловской области. Долгие годы семья героя ничего о нем не знала. Благодаря работе поисковых отрядов фронтовик был найден. Родные смогли навестить его могилу. О трогательных страницах прошлого расскажет Айма Марина. Камыспай Каирбаев родился в 1916 году в Караганде. Ушел защищать родину, не раздумывая. Такой был человек. Смелый и отзывчивый, рассказывают его родные. Сражался в составе 137-й стрелковой дивизии в Орловской области. 6 февраля 1943 года сержант Каирбаев трагически погиб в битве под Орловской областью. Похоронили героя в селе Никольск, в той же области. Подвиги солдата не забыли благодарные потомки. Благодаря восстановленным спискам мемориала памяти, родные смогли найти могилу предка. Племянница героя Назипа Хамзина говорит, что долго не могла поверить такой удаче. На русской земле казахстанцев встретили добродушно. Им выделили жилье на два дня, машину и сопровождение. 9 мая они даже смогли исполнить гимн Казахстана у мемориала павшим воинам. Поехала я, потому что мама все время мечтала при жизни получить хоть какую-нибудь весточку, а братья свои. Ну и хоть сейчас мамы нет в живых, но думаю, свой долг перед матерью исполнить. Родственники смогли привезти из России горстку земли с могилы фронтовика. Позже ее положили у памятного надгробия в родном селе солдата Ахбель. Мулла осветил этот мемориал Камызбаю Каирбаеву. На погребальном ритуале присутствовал и начальник отдела по делам обороны Бухаржраусского района Ернар Абдрахманов. Он, в свою очередь, выразил глубокое почтение памяти погибшего. В честь фронтовика прогремели выстрелы из автоматов. После всех жителей пригласили на АС, который состоялся в местной мечети. Мы с собой везли туда нашу символику, государственный флаг, гимн. Это ощущение такое, которое у себя на родине не ощутительное. Я, наверное, первый раз ощутил настолько патриотом, что, не знаю, слезы наворачивали на глазах, когда играл твой гимн и подняли твой флаг. Поездка в Россию в Орловскую область стоила семье Шукан немало сил и денежных затрат. Но, несмотря на это, родственники Камысбая Каэрбаева довольны. Ведь теперь память о их герое будет жить вечно. А сколько еще таких неопознанных могил ждут, чтобы их нашли? Ведь никто и ничто не должно быть забыто. А и мамрина Исламбеку Сван Арман Нартаев в Первый Карагандинский. Свою дань поклонения мужеству и героизму ветеранов войны решили отдать руководители дома отдыха Березники. В честь 70-летия Победы они пригласили к себе на отдых почетных фронтовиков и тружеников тыла. Гости в санатории Березники были доставлены на комфортабельном микроавтобусе. У дома отдыха их ждали радушные сотрудники санатория. Живой коридор, шары, георгиевские ленты и фронтовые песни радовали и одновременно вызывали грусть на лицах ветеранов. Труженица тыла Валентина Клеменко приняла приглашение от санатория охотно. Несмотря на преклонный возраст, женщина бодра и полна сил. Пишет стихи и посвящает их в основном боевому и нелегкому прошлому. За солдатской кашей Валентина Павловна со слезами на глазах вспоминает те трудные годы и любимого отца. Единственная память о нем – письмо с фронта. Его женщина хранила, как зеницу ока. Вот сегодня нас пригласили в прекрасный санаторий «Березняки». Это выражаю глубокую благодарность. Во-первых, такое внимание, организовать такую кухню полевую. Вот именно боевые, как говорится, 100 грамм и каша, и какие-то 5 кусочков сахара. Все это говорит о том, что люди помнят. Руководство санатория «Березняки» приготовили для почетных старейшин торжественный прием. Гостей поздравляла и местный Аким Раушан Жукенова. Полевая кухня, каша, боевые 100 грамм. В караоке-зале дома отдыха все смогли не только послушать, но и исполнить песни, столь знакомые ветеранам. Некоторые даже танцевали. Сегодня мы пригласили 13 ветеранов, кружеников тыла, те, кто участвовали в том, что наша страна победила в борьбе над фашистской Германией. В этом мероприятии, конечно, мы хотели бы поблагодарить своих спонсоров. Это вас, Первый Карагандинский телеканал. Благотворительные акции для ветеранов и не только работники санатория проводят постоянно. Это наш долг, считают они. Обещают, что такие встречи и впредь найдут свое продолжение. Аймамрина Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С начала года в нашем городе зарегистрировано 158 фактов нарушения закона о рекламе. Основной проблемой рекламщиков является незнание казахского языка. Объявления составляются только на русском и перевод объявлений в основном идет прямым текстом. Доходит до нелепых курьезов. Вот только стыдно рекламщикам почти не бывает. Теперь нерадивым хозяевам рекламных текстов грозит выплата штрафа в размере 20 МРП. В нашем городе проходит месячник «Грамотная реклама». Сотрудники отдела по развитию языков проводят проверочные работы. Первым делом посетили торговые точки Майкудука. Ошибок обнаружили немало. В основном неграмотными оказались рекламные тексты. Если за две недели предприниматели не приведут все в порядок, их делами займется прокуратура. А согласно закону об административных правонарушениях, таких владельцев рекламы ожидают штрафы от 20 до 600 месячных расчетных показателей. В основном названия некоторых заведений приводят в ужас. Все это результат безответственности бизнесменов. Некоторые после наших замечаний просто убирают вывески и рекламные баннеры. За текст с ошибками или несоблюдением требований нужно наказывать штрафами. Только тогда это принесет должный результат. Пока у наших бизнесменов считается так. Чем ярче и дешевле, тем лучше. В итоге никакой культуры. Привлекая к проверкам журналистов, специалисты отдела по развитию языков надеются на улучшение качества рекламных текстов. Аймамрина, Олжас Кабасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Покататься с выключенными фарами по встречной полосе на большой скорости. Таковы, к сожалению, привычки среднестатистического автолюбителя Караганды. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа, отправившись в рейд по дорогам города вместе с полицейскими. Не отдыхала сегодня ночью и наш корреспондент Аймамрина. Вечером Караганда кажется спокойной и немного сонной. Однако на дорогах города активная жизнь кипит и бьет ключом. Хотя водителей немного, но среди них встречаются нарушители. Например, вот этот автолюбитель на машине марки «Тойота» по его словам забыл включить фары и так ехал по центральной улице нашего города. Сотрудники дорожно-патрульной полиции остановили правонарушителя и призвали к ответственности. Штраф за подобное нарушение сейчас немалый – 5 МРП. Водитель оправдывался как мог. Виноваты городские огни. Отвлекают, дескать, от дороги. За пару часов работы с дорожными полицейскими выявили немало нарушителей. Как правило, свою вину водители не признают и пытаются уйти от ответственности. Изощряются. А некоторые из них и вовсе пытались разрешить конфликт с помощью звонка знакомым. Ругались и препятствовали работе полицейских. Но эти фокусы не прошли. Придется оплатить штрафы. А они в этом году значительно поднялись. За опасное удовольствие прокатиться по встречной полосе придется раскошелиться на 50-месячных расчетных показателей. Управление транспортным средством, непристегнутым ремнем безопасности, придвижение, также пользование и разговор по мобильным телефонам, проезды на запрещающие сигналы светофоров. В нашем городе трудятся более 500 сотрудников дорожно-патрульной полиции. Они работают днем и ночью, чтобы ублюсти правила дороги, а также охранять спокойствие граждан города. Работая вместе с журналистами, они надеются повлиять на сознательность граждан. Ведь трагедию легче предотвратить. В завершении выпуска еще об одном. В Караганде появились настоящие юные спасатели. Пока они еще школьники, но уже успели доказать свою ловкость и отвагу в городской олимпиаде по профилактике и пропаганде правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Соревнования проходили в городском парке. В ней приняли участие 11 команд из разных школ. 14-15-летние мальчишки и девчонки проводили спасательные работы на воде, боевые развертывания и много других опасных мероприятий. Марина Акопылновская – ученица 8 класса школы номер 32. Готовилась к олимпиаде тщательно. Прежде чем попасть на соревнования, даже пришлось пройти тестирование. Это вообще тяжело. Меня вообще накрыло, я там чуть не померла, пока бежала. Ну да, основном. Но это нужна еще выносливость для того, чтобы все это преодолеть. Достойно вели поисково-спасательные работы, выполняли нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты еще 10 команд. Все они намерены преодолеть шесть этапов олимпиады. Но основная победа для них – самоучастие в соревнованиях. Ведь всеми ими движет интерес к здоровому образу жизни. Данное соревнование юно-спасатели у нас традиционно ежегодное. 12-й раз по счету проводится. Мы ежегодно стараемся проводить. Данная акция направлена на патриотическое воспитание, на ведение здорового образа жизни и приурочена к 70-летию победы Великой Отечественной войны. За 12 лет Олимпиада успела заработать хорошую славу и своих фанатов. С каждым годом количество желающих поучаствовать в соревнованиях увеличивается. Сейчас организаторы задумываются о проведении Олимпиады в более широком масштабе. При этом отмечают, может для кого-то это игра, но оказать помощь пострадавшим и избежать неприятностей эти ребята уже смогут. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова